Здравствуйте! Я уже записывала видео с маленьким блокнотом от Алихоп. Вот эти маленькая записная книжка, карманная записная книжка, pocket notebook. И сейчас, скажем так, в более широком таком формате решила ее рассмотреть и, возможно, как бы развить тему и традицию рассмотреть карманных записных книжек. Мне кажется, они были популярны несколько веков назад, да, позапрошлый век, и вот вся история становления технического, наверное, человечества, да. Ну, также история возрождения, развития науки и искусства. Вот Малискин в нынешнее время нам, скажем, вернул эту историю. Просто популяризировав записные книжки размером 14 на 9, это стандарт карманной записной книжки. Здесь еще вы наблюдаете, как можно в чехлы их вставлять. В фильмах начал он снимать свои записные книжки для помощников, когда маленькие заметки, Амели, пожалуйста, культовые такие фильмы. Ну, много можно встретить таких историй. И вот я немножко поискала на просторах интернета карманные записные книжки. Марк Твен, да, вот, пожалуйста, такая именная записная книжка, как вы видите, с его именем, где он делает свои заметки. Мы знаем, что он, конечно, великолепный. Это записная книжка Дарвина. Она в репортерском формате для того, чтобы можно было отрывать листы. Это маленькая записная книжка Леонардо. Он ее на поясе носил, она совсем малютка. Куча-куча там всего, конечно, у людей записано. Вот такой мужчина. Это Аарон Драплин. Фейлд Ноутс. Заметки на полях. Они вообще буквально недавно начали возрождать вот эту... У них целая история с записными книжками карманного формата. Вот тоже посмотрите, как красиво можно организовать. Что хорошо, вы абсолютно какие-то мысли, которые у вас возникают, или какой-то учет, или, может быть, вы пишете стихи, или делаете зарисовки. Возможно, вы архитектор, художник, писатель. Ведете финансовый учет, возможно, какой-то... Если вы кому-то одолжили деньги, всегда нужно записать. Вот я, например, иногда забываю имена или названия. Вернее, даже не забываю, я не могу сразу запомнить. То есть мне нужно... Конечно же, я помню, как кого зовут, но если я только ознакомлюсь с человеком, я иногда тихонько где-то записываю. И вот сейчас такая карманная записная книжка – это новинка для меня. Я, можно сказать, вообще не пользовалась такими записными книжками. Могу с уверенностью сказать, что я бы рекомендовала попробовать записную книжку вести, потому что, возможно, она вас приучит к такой традиции зарождающейся мысли или какие-то идеи. Берете ручку, сразу записываете, и это будет такая целая книга сокровищ. Мысли приходят из ниоткуда и откуда угодно. Вы иногда теряете эту возможность, просто не записав вовремя что-то интересное. Конечно, это мужская история изначально была, потому что мужчины всё-таки занимались такой работой, которая требовала делать записи. И, как мы знаем, в мужских пиджаках есть внутренний карман не только для пармоне, но и для записных книжек. Джинсы, задний карман очень удобно для записной книжки и бумажника. Но, мне кажется, сейчас такое время, что с собой я не могу. Такое количество, как я привыкла, возить и носить, и передвигаться с этим всем в канцелярии. И поэтому записная книжка может служить таким вот для быстрых заметок удивительным инструментом. И буквально я её начала вести для того, чтобы делать аннотирование и реферирование книг, чтобы их как-то немножко уменьшить, количество книг, которым я владею. Но и по ходу я начала заполнять ещё и какие-то другие элементы, например, заметки по объектам. Потому что раньше я заметки по объектам пыталась занести телефон или задиктовать их. Потом это нужно было всё прослушивать. А так я... Или снять фото, потом я забывала, о чём это. А так у меня записная книжка, рулетка. Я очень быстро могу сделать такую пометочку. Достала из сумочки или из кармана. Ну, это очень удобно. Какие выводы я сделала по факту пользования записной книжкой? Ну, там, пускай две недели я где-то её использую. Что важно? Очень важно, чтобы переплёт записной книжки был очень прочный. Потому что вы её будете носить с собой везде, постоянно доставать, складывать. Где-то неудобно, где-то удобно, где-то ронять. Она должна быть с вами 24 часа в сутки. Потому что хорошая мысль или вы что-то вспомнить можете в любой момент, даже когда вы спите. Вот. Поэтому... И, конечно же, переплёт. Дальше вам нужно правильно определить, это должна быть твёрдая обложка или мягкая обложка. Если вы делаете записи очень часто в общественном транспорте, например, то, конечно, лучше иметь твёрдую обложку. Вам тогда легче будет писать. Но если вы ходите в зал и в фитнес-зале делаете пометки по весу, который вы поднимаете, по количеству подходов, то в рюкзаке, естественно, в спортивном или в шорты положить всегда удобно. Более мягкой обложке она всё-таки не будет где-то выпирать или мешать вам. Очень важно, чтобы была ручка. Вот здесь у меня в Алихоп петелечка. Люихтрум и Малискин можно купить петельки. И в предыдущих кадрах мелькали такие специальные обложки, куда можно и карточки вставить, и ручку вставить. И у вас сразу же будет такая записная книжка, оборудована всем, оснащена всем, что вам нужно. У меня есть матерм, самый маленький, что у меня есть, покет. Но вот классический, он на кольцах, да. Но вот классической записной книжки я никогда не вела. И считаю, что, конечно, я, ну, возможно, какие-то моменты были всё-таки утеряны. Очень удобно звонки фиксировать ещё, если быстренько с кем-то переговорить. Я считаю, что записная книжка – это прекрасный аксессуар. Вот такой прямо очень красивый аксессуар, с которым мы контактируем постоянно, потому что она размера нашей руки. Мы её можем держать в руке постоянно. То есть это самый приближённый к нам аналоговый инструмент. И я сейчас её примеряю на фоне, на примерку вот этого красивого дивана, да. Нужно смотреть, чтобы она совпадала с вещами, которые нас окружают. Или чтобы наоборот, нам не было жалко её использовать как расходной материал, расходный материал. Вот здесь есть кармашек, да. Это удобно. Можно что-то туда там забросить, какие-то бумажки, марки. Но это не обязательно, по сути. Она такая маленькая, что много в неё не затолкаешь. Лучше в неё записывать ваши мысли. Вот есть записные книжки Смитсон. Очень красивые и очень дорогие. Но они, конечно, великолепные. Рекомендую купить простую, попробовать, а потом уже понять, требуется ли вам такой красивый аксессуар. Вот это фото. Мне очень нравится. Это Альдо Гуччи. И вот посмотрите, какая у него там красивая лежит записная книжка на таком фоне. Мне кажется, великолепное фото. И я у себя тоже обнаружила, что у меня не одна записная книжка такого формата. А есть ещё адресная книжка. Вот ещё такой мешочек храню. Там у меня всякие штучки хранятся в этом мешочке. Гуччи. И есть записная книжка для телефонов и адресов. Телефоны и адреса, несмотря ни на что, я веду в блокноте. Всё записываю, ну, так как я привыкла к аналогам. Эта компания называется Gallery Leather. Вот, кстати, у них можно заказывать свои инициалы, нанести. Маленькая, удобная. И она у меня уже вообще приобрела форму. Я к ней так привыкла, что я про неё, видите, даже не думала, как о отдельной записной книжке. Золочёный край. Может быть, не обязательно записная книжка. Адресная у них. Но вот то, что высокого качества книжка должна быть, это точно, если вы уже определились. Так, сейчас, наверное, будет ещё несколько примеров этой записной книжки от самого производителя. Можно будет к ним зайти на сайт. Тоже я покупала её давно. Она уже у меня такая затёрлась. Храню её, кстати, в кармане заднем моего органайзера файла Факс Персонал Классик. Тоже он у меня часто есть на видео. И она у меня в заднем карманчике стоит. Да, она так уже приобрела форму карманов, в которых я её ношу. Я думаю, что ей тоже уже так прилично лет. Вот как-то я её не совсем выделяла, как карманную записную книжку, потому что она адресная. Вот, так что очень рекомендую вам присмотреться к такому инструменту в первую очередь. Дальше, возможно, к красивому аксессуару, если вы поймёте, что ваши мысли и дела требуют более красивого оформления или более надёжного. Но я бы рекомендовала начать с простого, недорогого варианта. Вот, например, как выбрала я. И сейчас ещё я посмотрела. У Минисо, вот, пожалуйста, у Минисо есть за какую-то очень смешную цену, возможно, там до 40 гривен, вот такая маленькая записная книжка. Она чуть-чуть меньше, чем стандарт 14 на 9. Да, она чуть-чуть поменьше. Возможно, сейчас визуально я сравню их вместе, я и замеры не делала, но она идёт в такой обложечке, чистая бумага. Я не делала, я сейчас не рассматриваю вариант с разлиновкой. Мне удобно писать по-быстрому, делать записи и не рассматривать там клеточки. Но можно выбрать и с разметкой записную книжку, если это требуется, или линейка, или точка, если вы чертежи какие-то записываете. Присмотритесь к карманным записным книжкам. Записывайте свои мысли, которые могут убегать от вас очень быстро.